Здравствуйте, сударыни и судари! Сейчас середина марта, и я высеваю в третий раз семена на рассаду. Первый раз посев был в январе. Кое-кто писал что-то, вы торопитесь. В середине февраля, и вот сейчас 15 марта. Потом можно будет сравнить, какие из этих цветочков вовремя зацвели, какие опередили в свое время и мучились. Ну, как бы там ни было, нужно выяснить, какие сроки для посева вот этих вот очень красивых однолетников годятся у нас в Сибири, в нашем суровом климате. Гацания очень плохо всходит, надо сказать. И уже получается, что вот из всех этих многочисленных семянок считанное количество всходов. Самая главная проблема раннего посева, та, что необходимо подсвечивать. Из 7 вечера до 7 утра горит вот эта светодиодная лампа. Ну, что же, приходится идти на такие расходы. Я сравнивала, какими же препаратами лучше всего пропуждать семена. Оказывается, очень хорошо себя показывает перекись. Наравне с алоэ перекись водорода годится для того, чтобы пробудить семена к жизни. 15 капель на примерно полстакана воды. Сравните, как выглядят семена, которые пробудились с помощью перекиси, с помощью алоэ. Немножко отстает то, что с помощью гумата калия. Но гумат калия, ведь это же и подконка. Мы можем смотреть на то, как они проснулись, а как они потом себя будут чувствовать. Это мы пока не знаем. А будет потом известно. Выкладываю гидрогель на поверхность грунта. Благодаря гидрогелю поливать не надо часто. Опрыскивать, да. Опрыскивать необходимо. Высеваю гацанию и петунию. Петуния. Сверху кладу семена. Немного гидрогеля. О том, как будут расти эти растения. Ну и о многом другом вы узнаете на нашем канале. Заходите почаще. Пишите комментарии. Делитесь своим опытом. Конечно же заходите на наш сайт. Мы рады быть полезными. Живите долго, не хворая. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!